Строительный скандал в Держинске. Новый торговый центр лишил жителей спокойной жизни ночью и солнечного света днем. Дело в том, что новый торговый центр там начали строить прямо вплотную к многоквартирному жилому дому. Мало того, что, как говорят жители работы, ведутся и днем, и ночью, так еще и расстроили здание так, что закрыли окна одной из квартир. Нам перед окном возвели вот такую живописную стену. То есть фактически лишили и вида из окна, и света, можно сказать. Раньше здесь был очень красивый вид из окна на кольцевую дорогу, на мост, на тот берег реки. То есть сейчас мы наблюдаем вот эту серую стену. Это у нас детская комната. Здесь живут двое маленьких детей. Вот, посмотрите, пожалуйста, куча сравнительного мусора, грязь. Вот это у нас стройка. Был маленький магазин, одноэтажный. С той стороны у нас был скверик. Мамочки гуляли, бабушки с внуками. Все отдыхали. Теперь у нас, значит, началась вот эта грандиозная стройка. Все лето, жара выше 30 градусов. Мы живем с закрытыми окнами, потому что лязг, грохот, вонь невыносимая. Деток, они могут и под окна поставить. Вибрация такая, как будто бы на тракторе лежишь, а не на кровати. Все окна испачкали и не отмывается. И все с каждым разом, все больше и больше и больше. Грязь, курки. Ужасно, невыносимо. Они нас в такие условия поставили. Это невыносимо. Мы больше 40 лет отработали. И муж, и я. Он инвалид первой группы. Ветераны труда. Мы не живем, а доживаем. Мы просто доживаем. День и ночь шумят, спать не дают. Грохотят ночью, бетон заливают, и штаты будут делать. Как стройка века идет. А ему шеменство да лампочки, он дома спит. Развел свою канительку. Ой, беда. Чуть свет начинает долбить там по башке. Спать не дают, покой нет, одним словом. У меня ребенок тоже. Мы отправляем в другую квартиру, чтобы здесь не находилось. Мы обращались в государственный строительный надзор, и нам был дан ответ о том, что застройщик вышел за параметры, предусмотренные разрешением. Третьего этажа быть не должно. То есть вот этой вступающей части здания, согласно разрешению, которое было выдано, быть не должно. Потихоньку, помаленьку, метр за метром. Смотрите, выросла ваша. Да, они как воробь потихоньку строят. Козырек, козырек. Меня под самые окна продлили. Вот эти вот ворота открывают, ставят КАМАЗ, грузят весь мусор, высыпят. Это вся пыль выше девятиэтажки. Этим всем мы тоже дышим. Один раз им сказали, два сказали. Это наша территория? Вот до штокетника. Говорю, а наша где? А ваша в квартире? Сидите дома, дышите там. Все. Нас никто не слышит. Они что хотят, то и делают. Мы только плачем. Представители компании «Застройщик» особо на контакт с жителями не идут. Вам все объясняли. Вам их в письменном виде, в устном виде, вам все говорили. Где письменный вид? У меня. Я как жила в этом шуме, в этом гадюшнике, так и живу. Так как все строительство везде ведется? Как вы думаете? Не так? Нет. Даже здесь строится, все полдомо строится. Лопаты сверху кидают нам подогреть. Герангитых отгребут с утра до вечера. Козырек под самые окна. Это же невыносимо. Эти здоровье все позорные людей. Давайте не будем снимать. Я на данный момент сейчас информацией не владею. Пойду третий этаж. То есть у нас с этим вопросом задавался прораб. Здравствуйте. А нам бы прораба. Покиньте, пожалуйста, строительство площадок. А нам бы прораба вот. Вы что? Я прораба. Вы прораба? Не, аккуратно, не уроните. Вы что делаете? Тихонько. Вы что делаете-то? Тише, тише, тише. Он тебя сейчас собьет. Вы можете не... Уважаем? Нет, не открывают. Не хотят с нами общаться. Ответить-то нечего. Нечего им ответить. Потому что это все незаконно. В администрации Дзержинска нарушения настройки подтверждают. Там действительно было выдано разрешение на строительство объектов, в частности торгового комплекса. Но разрешение было выдано на объект меньше площади, меньше этажности. Значит, соответственно, контроль надзорной функции за строительством лежит на государственном органе государственного архитектурно-строительного надзора. Насколько я знаю, у них жалобы жителей есть. Они этим занимаются. И, по моей информации, они даже готовили иск в суд. Кстати, руководитель компании-застройщика как-либо комментирует ситуацию на отрез отказывается. Однако стало известно, что его уже привлекали к ответственности. По данным прокуратуры, на компанию уже был наложен административный штраф на общую сумму в 120 тысяч рублей за самовольное занятие земельного участка, нарушение обязательных требований в области строительства и нарушение установленного порядка реконструкции объекта.